В завершении еще об одном направлении работы, которое также требует стоянного внимания не только руководители подробностей по главе с Министерством Финансовой Республики, но и руководители муниципальных образований. Своевременная выплата заработной платы. Это задача номер один для всех. Финансовая ситуация не простая, но Республика делает все для выполнения этих обязательств. В том числе и перед муниципалитетами, от руководителей которых также требует ответственного отношения к выполнениям обязательств перед своими подведомственными учреждениями и поселениями. Не случайно обращаю на это внимание, поскольку в отдельных муниципалитетах в этой части возникает острая ситуация. В том числе в результате нарушения бюджетного законодательства с их стороны. Такая позиция недопустима. Пушинскому району отработали. Потому что в результате страдают другие люди в тех же поселениях, требуя от Минфина держать эти вопросы на постоянном контроле и своевременно реагировать. Республика со своей стороны принимает меры по оказанию дополнительной поддержки территориям. Муниципальные образования со своей стороны также должны проявлять инициативу в части увеличения собственных доходов бюджета. Все ждут, что Патамана Небесная должна уходить. Ну не падает она, если нет инвесторов. Ну заниматься каждый день не надо. Не знаю, обласкивать, говорить, создавать условия, лоббировать. По-другому не будет. Мы все привыкли разрезать ленточки. Стоять рядом и статья в местной газете. Наш глава добился, выбил деньги и построил школу. Режет ленточку. Отремонтировал спортзал глава. Режет ленточку. Это же деньги. Ну во-первых, не надо было выбивать, потому что мы их решаем. Чего их выбивать? Ну плановые дуги, есть программа в республике. Ремонта, строительство, создание новых мест в детских садах. Работаем планово, не хвастаясь, не геройством, не спрадая. Выполнили все указы президента. Как бы трудно не было. Только за этим еще одно стоит. Каждый детский сад стоит минимум 200 миллионов. Плюс каждый год 20 миллионов на содержание. персонала, питание. Почти 100 человек сразу даем рабочих мест. Если 200 детей, да? 100 рабочих мест новых создаем. Но это же все кормить надо. ДК, школы, детские сады. Под 13 тысяч мест только создали. Поделите на два. Это 6-7 тысяч рабочих мест. Их же нужно всех обслуживать, кормить, одевать. А нет, у нас бюджет тот же будет. В налогах не думаем, с землями не работаем, налоги не собираем. Республика даст. Эйфория. На выборы идем. Тоже мой. На рассказы мы всегда вспоминаем. И пенсия не повысит. И с республики высудят все, что угодно. И зарплаты всем повысят. Но нужно быть честным. За счет чего повышать? Ну их надо заработать. Всем дружно. Как начинаем рождать, когда производство воевать, а экология, Виктор Михайлович. Давайте выбирать. Экология, заработная плата, воспитание детей, обучение. Ну что ты, мы же гармонично все работаем. Должны. Как будто все в разных регионах живут. Так что, Ирина Ивановна, с этой частью, с увеличением собственных доходов в путь, Олег Валерьевич, я прошу, давайте так маленько поговорим об этой теме, кто как живет и что делает. Люди должны знать, что их глава, поселение, района, города в этой части делает. Олег Валерьевич, введите рубрику. Насколько кто увеличил свой доход? Что для этого сделано? Я могу честно сказать. Республика увеличила в два с лишним раза бюджета. В два с лишним раза. По собственным доходам. И в этом году на 2 миллиарда прирастет. Собственными доходами. Сейчас прошу, у меня есть на финансы. Ирина Ивановна, в данном случае, что результатов работы. Первый транш – это 1,295 миллиарда. Бюджетный аккредит на первоочередные социально значимые расходы. Куда он направлен, очень кратко скажу. 600 миллионов направлены на взнос и на обязательное медицинское страхование. Это за 2 месяца мы погасили. 170 миллионов рублей направлено на социальные выплаты. Это наши льготные категории. Это и ветераны, и специалисты села, и многодетные. Задолженность закрыта по отдельным категориям за 2 месяца, за 3 месяца, за 4. Все по разному измерению. Направлено 150 миллионов на льготное лекарственное обеспечение. Льготным категориям, там тоже у нас по различным заболеваниям. И 372 миллиона рублей направлено на заработную плату. Погасили долги за август и частично за сентябрь. Сейчас более подробно расскажу. Из этих 372 миллионов больше 100 миллионов направлено на муниципальное образование. Для того, чтобы муниципальное образование, включая каждое поселение, оплатили задолженность по заработной плате по август включительно. Здесь мы буквально индивидуально, в ручном режиме работали буквально с каждым поселением, с каждым районом, с каждым главным. На сегодняшний день заработная плата, как я уже сказала, завтра у нас выплачена полное время у нас, и средства направлены в муниципальное образование. Выплачен за первую половину аванс по школам в Истинском садам. Также средства от нас ушли из республиканского бюджета на счета муниципальных образований. Продолжается выплата аванса по республиканским учреждениям. Теперь, что касается по Ширинскому району. На самом деле договоренность у нас, называется, с Артем Николаевичем была достигнута, что он в течение октября месяца примет все правильные решения, как по району, так и проработает по каждому самому поселению. Приведут зарплату по аппарату управления в соответствие. Для этого нужно сессии собрать, как советы депутатов района, как и каждого поселения, положение в оплате труда, в соответствии. Но мы, в свою очередь, в Министерстве финансов не просто сидим, ждем. Мы с каждым поселением начали отрабатывать прямо индивидуально. И на сегодняшний день, буквально вчера я уже подписала приказ о снятии блокировок с двух поселений, деньги пошли. Это Куркалы, Саверно-Огробный и Ухренкина. Они уже привели в соответствие все свои нормативные насы. Самое интересное, что некоторые поселения, они даже, ну, я считаю, что вводили в заблуждение и не особо понимали, почему с ними это так. Хотя мы разъясняли, но там, с другой стороны, что немножко такое разъяснение. Сейчас мы работаем индивидуально с каждым поселением. Что по самому району, по Шелевинскому, ну, как я уже сказала, в течение октября обещают, как только решение Совета депутатов, буквально на следующий день все будет возобновлено. И все, что с марта мы не финансировали, вот до сегодняшнего дня, все будет профинансировано. Что дальше по работе с Министерством финансов Российской Федерации? Какие у нас еще дальше перспективы? Скажите, у нас вот, мы с вами приняли решение и выполняем, мы сокращаем 130 человек справедливостей. Что проведено в этой части в Муниципалитете? Муниципальное образование, я тоже, я буквально, вот, наверное, вчера ходила на Совет Муниципальных образований, вы меня там, спасибо, пригласили и взяли возможность выступить. У нас же с ними тоже были подписаны соглашения, планы мероприятий по оптимизации. На сегодняшний день у нас не произошло еще сокращение, ну, как сказать, не произошло, оно идет. Она идет, Игорь Михайлович. Ну, на сегодняшний день еще там 32 единицы не сокращено по различным муниципальным образованиям. Но, в принципе, работа идет. Скоро, мы используем, спрощаем? Вместе с бюджетной сферой 560-летний штатный месяц. Это не вакансии, это живые люди? Это, нет, там по-разному, но в основном это, конечно же, были вакансии, но в основном это, конечно же, были вакансии. Точно? Да. Работа прорядина огромная. Есть в них недоработки по, о чем мы начали говорить, по собственным докторам? Да. 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 Там в советах депутатов бывает даже в отношении. Да. В Коммунистерстве есть 6 юристов. Управление юридическое 6 юристов. Но опять же, Ширинский район. Да. Перебор в мунистерстве. Мы с нами в бородках стояли. Что это за состояние? 6 юристов держать. Потому что целыми днями надо с ними заниматься, чем? Даже сколько надо на пакости, чтобы все были трудоустроены. Ну, надо разбираться в этих вещах, мне не стесняться. Хватит, почудили. Оцелевали меня. Мы еще на совете муниципальных образований приняли решение. Ну, понятно, что все муниципальные образования были сключат, но нет. Но мы приняли решение. Этот протокол запишут. Начнем со Стистского района, потому что у них ситуация самая сложная. Проведем там аудит силами министерства финансов. Если нужно, проведем другие муниципальные образования в наши министерства и ведомства. Полностью проведем аудит по расходной и доходной части. Не будем проверять состояние угла, а именно будем проверять, на что тратится деньги. Прямо, какие договора, с кем договора, по какой цене, какие ремонты. Ну, в общем, проверим все до копеечки. Чтобы вообще понять, на самом деле так плохо живут почему. От недостатка средств, либо, может быть, там есть другие причины. Как тратил, так и будет тратить. Поэтому начнем с обрыва насильщего мы это все согласовали. Начнем со Стистского района. Прямо посмотрим дальше. По работе дальнейшей с Минстерством финансов Российской Федерации. Ну, как я сказала, 1,295 млрд получен. Буквально на следующей неделе мы ждем 4,7. Сейчас буквально в стадии уже подписания. 4,7. Чего 4,7? 4,7 миллиарда рублей. Это бюджетный кредит на совмещение коммерческих займов. Что нам это дает? Ну, во-первых, долю коммерческих займов мы сокращаем до 100%. При этом соблюдаем бюджетные годы. И сокращаем расходы на обслуживание. То есть проценты банков, попросту говоря, сократим. В этом году у нас 150 млн, а на следующий год это нам дает экономию 550 млн рублей. Давайте так. На 4,7 мы не успокаиваемся, да? Мы сейчас что-то делать, пока есть настроение у правительства и у президента, нужно в этом году еще погасить миллиардов 5. И пойдем. Мы сейчас заявляемся на 3, но это на балансирование. Это на расходы. На расходы. И 5, чтобы сократить еще долги перед банком. Хорошо. Мы тут задачу ставим себе, Элега Валерьевна, чьи 2 млрд мы дополнительно заработаем налогами. Вот через эти структуры мы выровняем свой бюджет. Мы его сбалансируем, мы сейчас уже уверены. Вопрос в другом. Такой же отдачей хотел этот муниципалитет. Чтобы каждый сказал, сколько он прибавит в этом году, работая со своим бизнесом. У него есть свой бизнес. Не надо работать с Олегом Ивановичем Дерипасковым. Не надо работать с ОЭЛом. Не надо. Мы там разберемся как-нибудь сами. А вот работать с теми, кто… Это с малым бизнесом. Его развивать, стоять рядом с налогоплательщиками, которые есть на территории. Оформляя земли правильно. Вы посмотрели в Устебурганском районе, да? Если по форме сеть земли 25 млн. Придет дополнительных доходов. С годами, годами все буксует. Все видно? Я верю вас. Владимир Васильевич. Я вынужден принять решение по одному из руководителей. так называемым, кто у нас курирует работу в муниципалитете. Предупредите всех остальных. Одна вспышка на территории негатива, не проконтролирована, втору снимает, невзирая на ваше мнение. Все должны работать. Сторожами быть не надо. Жить в районах, в муниципалитетах смотреть за и финансовая дисциплина, и за настроение людей. И не только через Инстаграм, чтобы я получал жалобу. Благодарю тех министров, кто откликнулся в этой работе. И реагируете уже за меня, потому что нет сложности. Ему лично на каждый вопрос ответить еще что-то. Вижу. Правильно, абсолютно динамик. Люди ждут ответа. Даже если не по профилю, я имею в виду не по раму. Может и не министру надо отвечать. Но ответить. Как правильно делать, что отвечает. Во всяком случае реакция идет. Начинаем разбираться, начинаем реагировать. Это уже важно. Понятно, что есть вопросы задаются не совсем корректно. Это уже можно делать. Иногда видно, понимаешь, что ты вроде с Сорором работаешь. Куда делаться? Наши люди, мы им обещали, что мы будем защищать их права. Не обязанности, а права точные. Так что, Валерий Алексеевич, эту работу устраивайте через нашу пресс-службу. Я всех благодарю. Хочу те, кто не подключился, подключаться к этой работе и реагировать. Вопросы граждан – это те… А наши с вами, вернее, их вопросы, а наши ответы – это то, что мы говорим. Да, мы будем исполнять свои обязанности. Не так это сложно, кстати. Есть специально у всех обученные люди. Кто не будет на это реагировать, понимаете, ну, губать не хочется, некрасиво, все уже большими прогонами, все государственные люди. Коллеги, повесь кейс в опус.